всем приветик сегодня у нас на обзоре набор от производителя бог и рвей под названием чейзер кит давайте познакомимся с ним поближе чейзер кит приходит вот такой вот темной картонной коробочке внутри мы можем найти сам бокс мод archer танк маленький пакетик с допами комплекте еще идет обычная колба вот такая вот черная коробочка в нее ребята упаковали черную силиконовую проставочку под аккумулятор формата 18 650 и вот такой вот плоский проводок micro usb и еще немерено макулатуры так это у нас инструкция бокс мод танк карточка с картинкой чейзер кит их не социальные сети предупреждения и гарантия все в упаковочке больше ничего нету перед тем как мы начнем рассматривать сам наборчик ознакомьтесь пожалуйста с техническими характеристиками сверху бака расположился 810 дриптип с двумя уплотнительными орингами чуть ниже находится крышечка как вы можете видеть есть стрелка нажимаем на стрелочку и крышечка уходит в сторону типа слайд под ней находится красный такой вот уплотнитель и заправочное отверстие по бокам находятся надписи archer название бака и bochor посредине расположилась бабу колба видны уплотнительные оринги чуть ниже расположилась база на нижней части базы 510 коннектор внутри позолоченный плавающий пин сбоку вы можете видеть кольцо регулировки обдува с тремя отверстиями само колечко имеет стопоры в открытом и закрытом состоянии базу по умолчанию вкручен испаритель на сетке надписи bochor минимально это должен быть вот столько уровень жидкости чтобы не попалить испаритель значит 0.15 ом 60 90 ватт 19 20 ампер 25 ампер 70 80 ватт будет лучше и 22 23 ампера и как вы помните в комплекте есть точно такой же запасной испаритель на сетке м1 кстати хочу кое-что вам показать сюда подходит испаритель и от смог т.ф. 12 отлично все подошло молодцы ребята правильный ход взаимозаменяема крутим оригинальный по баку мы прошлись переходим к бокс моду сверху бокс мода расположился стальной коннектор с подпружиненным пином сам коннектор крепится двумя винтиками на лицевой части вы можете видеть большую кнопку fire кнопки плюс и минус между ними экран и в самом низу порт micro usb через него есть возможность подзарядить аккумулятор и соответственно обновление прошивки на нижней части бокс мода это кстати есть уже крышечка 4 сквозных отверстия надписи и сертификаты ну и само собой крышечка сама она держится на магнитах самом аккумуляторном отсеке находятся два контакта сверху минусовой под пружиненный снизу плюсовой обычный есть вот такой вот пиптик маленький это когда вы устанавливаете аккумуляторы 20 700 и 21 700 они чуть больше нажимают на вот этот вот пик пиптик и максимальная мощность будет 127 ватт если вы поставите аккумуляторной батареи установите с их силиконовыми проставками то соответственно до этого пиптика аккумулятор не достанет и максималка будет 80 ватт и ленточка забрендирована названием бохар установим 27 сотый аккумуляторный момент бокс мод выключен чтобы его включить естественно нажимаем пять раз на кнопку fire появляется надпись бохар чейзер бокс мод включен после того как мы накрутили бак появляется надпись новый койл или старый но определим его как новый бокс мод подстроил мощность сам 70 ватт и теперь давайте пробежимся по менюшки и настройкам нажимаем три раза на кнопку fire 1 у нас режим вариватт следующий режим play варивольт термоконтроль на стали на никеле на титане и опять возвращаемся в вариватт начнем с варивата варивате на экране отражается сам режим естественно ватт чуть ниже мощность регулируется кнопочкой минус и плюс сопротивление выходной вольтаж время последней затяжки и иконка аккумуляторной батареи каждом из режимов есть еще менюшечка как в нее зайти нажимаем кнопку плюс и минус удерживаем отпускаем первый режим который сейчас засвечивается это обычный режим уже в нем были это во всех режимах обычный он следующая режим кривой и версия прошивки остановимся на кривой нажимаем кнопки fire выходим в него есть пять пресетов м1 м2 м3 м4 м5 круговой прокрутки нету опускаем на м1 видим что мы в режиме юзер нажимаем на кнопочку fire четыре раза заходим в кривую первый столбец отстраиваем каждый из них по секунде 50 ватт к примеру fire следующий столбец ну и так далее удерживаем fire сохраняем переходим в обычный режим выбираем следующий режим play здесь вы все регулируете амперами отрегулировали к примеру под свой бак нажимаете на кнопку fire и там где информация мощность будете видеть сколько он выдает если вам не подходит такая мощность понижаете амперы соответственно будет чуть меньше мощности или же если мало то повышаете силу тока соответственно мощность будет выше как я и говорил что есть в каждом режиме маленькая менюшка в этом есть тоже все то же самое обычный режим режим кривой и версия прошивки только в режиме кривой вы место мощности на каждый столбец накидываете силу тока так следующий режим варивольт ничего я думаю про него не надо рассказывать все знают этот режим таким же образом заходим менюшку плюс и минус удерживаем таких же три пункта обычный режим кривой и версия прошивки режим термоконтроля на стали на никеле и на титане остановимся на стали температура регулируется кнопочкой минус и плюс круговая прокрутка есть но только в минус в плюс нету только минус до перепрыгиваем цельсию опять попали в фаренгейт и кстати в режиме термоконтроля можно регулировать мощность нажимаем четыре раза на кнопку fire начинает мигать буковка w отстраиваем сохраняем нажимаем кнопку минус и плюс заходим меню как всегда обычный режим режим кривой вместо мощности вы накидываете на каждый столбец температуру сопротивление корректировка и корректировка температурного коэффициента выходим в обычный режим следующие у нас идет на никеле термоконтроль на титане и опять возвращаемся в ари ват так что же у нас тут по горячим клавишам fire и плюс блокируем кнопки плюс минус и соответственно fire таким же макаром и разблокируем все в принципе ничего здесь больше нету плюс и минус вы помните заходим в меню отключается бокс мод пятикратным нажатием кнопки fire of бокс мод выключен окей по настройкам пробежались давайте еще немножечко по обсуждаем окей начну с бокс модом хорошее качество сборки вопросов вообще нету вот как бы у меня вообще ничего не шатается если умышленно потому что пытаться сильно я вот даже напрягаюсь крышку дергать но буквально каких-то там доли миллиметров так нет держу вообще никаких вопросов нету никаких излишних щелей уровень по самому материалу по металлу больше всего что мне понравилось в нем толстый нету ощущения что ты держишь в руке игрушку это приятно что многие производители делают из тонкого металла потом нам рассказывает что мы просто сделали вам подарок и он такой прям легкий смотрите какой классный да конечно легкий классный но пальцами его согнуть а так вот можно здесь вы скорее всего сломаете пальцы чем его согнете это приятно я считаю вот такой и должен быть металлический бокс мод если я хочу себе облегченный то я естественно беру пластик правильно правильно ну это моя точка зрения такая ну и крышечка смотрите soft touch покрытие я понимаю будет немножечко заляпываться к сожалению это есть проблема в бокс модах где есть soft touch покрытие но все равно приятно классненько но такой вот приятно очень понравился мне его внешний вид прикольно сделан что то есть вроде бы и такого дебелла вы знаете но вот с другой стороны смотришь все так закруглено классно сделано скажу так им хова им хова кому-то понравится кому-то не понравится к экрану у меня вопросов нету яркие все циферки хорошо прописаны не маленькие вот я сижу на вытянутых руках я их все вижу и приятно что экран матовой к экрану претензий нету классно что ребята сделали большой коннектор максимальные баки где-то 26 это вот по коннекторной части но если вы не боитесь нависания то чуть больше будет но в общем 25 баки вообще без проблем настанут сюда но я уже не говорю про какие-то сигаретные значит понравилось что бокс мод может работать от трех видов аккумуляторных батарей 2700 21700 максимальная мощность на этих двух 127 ватт и 18650 и через силиконовую проставку мощность будет максимальная 80 ватт ну правильно что ребята сделали на трех видах хотя они не указывают 27 сотые но они сюда влезли без проблем класс отлично супер молодцы ребята и естественно нужно упомянуть чип название его сага пришел он из мобильной индустрии да ребята сами занимается смартфонами и решили себя попробовать вейпинге это их не первый бокс мод молодцы что сделали свой чип они одолжили как многие не будем говорить кто у их и или же те у теслы те у юга вейпора как скажем юста здесь ребята пошли чуть дальше сделали свой чип и у них все хорошо получилось на самом деле адекватный быстрый отзыв на кнопку fire все режимы классно работают соответственно обновление прошивки такой чип нужно обновлять я имею ввиду хорошо что есть такая возможность очень жирный чип и скажем так он будет очень конкурентен думаю многих если вот реально выставить такой 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 бокс мод он может и сейчас в лохмоте порвать у ребят очень хорошо получилось так что честно по поводу чипов я им желаю чтоб на самом деле они продвигали свои чипы но естественно со своими бокс модами и выпустили в будущем двух аккумуляторный боксик все-таки люди хотели видеть наверное двух аккумуляторные ну посмотрим как говорится будем посмотреть и какой нюанс я обнаружил кнопки как вы видите таким образом я отрису ничего не гремит не звенит клацаешь пальцами ну в основном fire минус и плюс не такого грюка нету вот fire она большая и как-то там такое печень что на играет и нажатие мягкое можете непроизвольно нажать хотя вот плюс и минус жесткий не знаю почему нельзя было сделать такой же fire вот один нюанс я нашел в этом бокс моде ну ладно давайте еще придеремся я уже а нет не показывал по коннектору не знаю видно на камеру или нет по кругу идут маленькие канавки да это чтоб не залипал бак не прилипал но в эти канавки собирается немеренно мусора вот я протер пальцем уже моя кожа там осталось вот видите ну блин я понимаю это наверно не критично но все равно чтобы уже еще к чему-то придраться блин но как-то вроде бы да к одним кнопкам фонари вот второй нюанс который в принципе людям может не понравится мне лично все равно но есть придиры которые скажут фу-фу-фу-фу-фу-фу мне уже не нравится так все принципе у бокс моду пробежались скажу так в общем и целом отличный бокс мод переходим к баку хорошее качество исполнения очень ну все отлично вкусопередача мне понравилась сетка и одно из самых приятных что можно устанавливать испарители от смока и пожалуйста партия щас моковских любые и на сетке и там 10 спиральные и на проволоке до любые правильно что они так сделали так что баку однозначно можно заплюсовать классный бак хороший отличный бак по набору советовать не буду по определенным причинам что я не люблю этого делать не дай бог что-то человеку не понравится 5 10 скажет тот говно посоветовал но скажу так мне очень понравился этот набор качественный качественное все в общем то а тут уже решайте сами покупать или нет значит насчет покупать по стоимости пока еще ничего не известно везде смотрел как бы нету ни на одном сайте даже в приордерах так что ждите я надеюсь скоро чейзер появится продажи и уже решайте покупать или нет как говорится выбор остается только за вами сегодня у нас на обзоре был продукт от производителя бог рвой под названием чейзер кит хочу выразить огромную благодарность производителю за предоставленный мне образец для обзора на этой ноте я хочу закончить наше видео пожелать всем удачи и сказать пока пока у